Привет, ребята! Привет вам из Лондона! Привет вам из-под моей ёлочки! Сегодня первое, первое, двадцать третье. Время почти пять часов вечера, поскольку у меня очень большой был перерыв. Тут меня забанили, причём непонятно за что. Вот, а потом я болела, поэтому мне пришлось завалиться темами. И даже если бы я и не хотела, мне придётся с этим разбираться. Сейчас тема, которая очень важна для нас, понимающих, что бы то ни было, или ничего не понимающих про Британию, про любимую Британию. Я скажу откровенно, что на протяжении ряда лет, ряда лет, моя подруга из Никополя, мы больше уже не подруги с ней, понимаете, вот так война развела. Вот, она мне ежедневно, ежедневно сообщала новости Британии. Новости Британии, она мне сообщала на протяжении десятилетий. Они всё знали. И то есть новости, как я понимаю, на Украине начинались с новостей в Британии. То есть это, как говорится, не 24 февраля. Вот, и что, и что, это очень важная и сложная тема. Она, конечно же, связана с событиями, происходящими не только на Украине. Вот, и последнее время, хотя не все это понимают. Вот, эта тема Брекзита, тем не менее, не взята с потолка, и она, как в моём понимании, всё, что я буду говорить, это я так, как я понимаю. Она назрела в связи с тяжелейшей ситуацией на, так сказать, как он, интеллектуально, я бы сказала, идеологическом поле. Интеллектуально-идеологическом поле. Значит, сейчас я расскажу вот то, что я сейчас думаю об этом. А потом уже расскажу про Киссендзера, как я обещала. Значит, начну я вот с чего. Товарищ Медведев дал свою, вы знаете, я это говорила тоже, оценку, прогноз на следующий год. Вот, и здесь это до сих пор обсуждается, до сих пор, просто вот сегодня ещё обсуждалось. Значит, что он сказал, кроме всего прочего, что он предвидит крушение Бреттон-Вудской системы, возвращение к золотому стандарту, что ВМФ и всякие разные Всемирный банк принакроются медным тазиком. Лично я хотела бы, чтобы вот это вот, которое, вот это вот другое тоже принакрылось. На букву В начинается, на О кончается из трёх букв. Вот, и важно, важно здесь то, что он сказал, что UK will rejoin the European Union. Вот это я из сегодняшней статьи вам сейчас рассказываю, понимаете? Вот, опять, опять, и вот обсуждают, что как это он мог такое сказать, и вот UK присоединится опять к Европейскому Союзу. И это было воспринято как, значит, такое, знаете, ну, мало ли, как бы, как сказал Маск тоже, что, мол, типа, тоже мне придумал, я не собираюсь на президента США, откуда он узнал, подумал Маск. Вот, и что, и что, оказывается, на сегодняшний день, оказывается, появилась статья, где говорилось, что Борис Джонсон принял идею о Брэкзите за обедом. Ну, то есть возливался, так сказать, во время возливаний. Если кто помнит, я это уже хорошо разбирала, поэтому я сейчас не буду о том, как, когда было заседание НАТО, и там на этом НАТО, они там сидели, все обсуждали, как они будут Путину подножки ставить на встречу двадцатки. А потом выяснилось, что, оказывается, даже Лавров узнал, видимо, через какие-то там свои источники, что всерьез обсуждалась именно идея физического устранения и так далее. Вот, ну, в общем, примерно, видимо, в том же ключе, вот, по аналогии с этим, значит, видимо, Борис Джонсон с большого, как говорится, ума принял идею о срочном выходе Великобритании из ЕС. Так вот, из другой статьи свидетельствует, что люди, те, которые голосовали за Брэкзит, тогда они, оказывается, теперь считают, 41% из тех, кто голосовал за Брэкзит, считают, что это было самое плохое, что случилось в шестнадцатом году, самое плохое. 23% из этих людей считают, что имидж Британии в мире пошатнулся. Сколько там, 34% сказали, что выход из ЕС был плохо, это для экономики, сказалось плохо на экономике. 40%, 41%, что это оказало худшее влияние, худшее влияние на экономику Британии. Это оказало еще худшее влияние, оказало в будущем. Ну, что интересно, в этой статье говорится вот что. Что сами по себе европейцы считают, что у них в Европе вопрос о выходе Британии закрыт. Они об этом больше не думают вообще. А все, что вот это вот британцы там сами в своем соку там у себя там парятся, то это их личные, как говорится, проблемы. Как в свое время мне сказал парень, в этот день голосования я ходила, всех спрашивала, что они за кого будут голосовать и так далее. Если вы знаете, что нам, европейцам, было запрещено голосовать на Брекзите. Так вот, мне парень один сказал, я типа англичанин, я буду голосовать, значит, против, потому что мы отказываемся от вкусной еды европейской и от красивых девушек из Европы. Это то, что мы потеряем, если мы выйдем. Ну вот, и вы знаете, что это все катилось-катилось, крутилось-крутилось, и в результате до сих пор никак оно не решается. Поэтому некоторые из тех, кто голосовал против, вернее, за выход, за выход, да, из ЕС, они теперь бы проголосовали за то, чтобы назад вернуться. Но вернуться в ЕС в виде, так сказать, только экономическое сотрудничество полностью оставить. А идея Брекзита, кстати, была вот какая. И вот тут самое-самое интересное, я не хочу слишком затягивать, а тем не менее это то, что нужно обязательно сказать. Идея Брекзита была, чтобы Британия вышла из-под влияния Соединенных Штатов Америки. Нет, я не сказала, это не вышло, не получилось. Но тем не менее идея была такая, чтобы выйти из ЕС, потому что уже было понятно, что ЕС для Соединенных Штатов Америки, особенно Германия, является, так сказать, вот этой вот уткой на Рождество, которую они собираются привезать. Потому что, это мое такое мнение, что, когда план Маршалла осуществлялся, то не надо думать, что американцы кому-то что-то бесплатно дают. Они дали, развили экономику, восстановили, а теперь они эти заводы, фабрики, пароходы отбирают себе назад в Америку полностью, совсем, как говорится, циклом пусть переезжают назад, то есть денежки, как говорится, возражают к себе. Это такое мое мнение. Но теперь это очень-очень важно, что если выйти из ЕС, быть, так сказать, над схваткой, то нужно на что-то опереться. Опереться они собирались на вот это вот свое, так сказать, содружество. Не без той мысли, что Африка является самым таким, знаете, лакомым кусочком. И сейчас, это было понятно уже очень давно, к 2011 году, что Африку надо начинать, как говорится, делить. И это уже началось. Там же вот это вот все и было, что Каддафи, они уговорили. Каддафи был, так сказать, ну, прямо скажем, он выполнял роль Путина сегодня. Ну, можно, если не хотите, Путина Медведева, да? Вот, Медведев и Каддафи, это было одно и то же, то, что, то есть, ну, для западных лидеров они были предметом, так сказать, предметом приложения своих интересов. Вот, и когда стало понятно, что в Африке назревает, так сказать, китайская экспансия, что Каддафи, он и вашим, и нашим, ну, понятно, у него были свои какие-то идеи, он был не против всех этих идей. Ну, и, в общем, короче, в результате вот получилось, что получилось. Но здесь я хочу вот что уточнить. Сейчас, сейчас, и уточнить. Смотрите, сейчас у нас в Британии происходит какой-то непонятный движ по поводу Меган и Гарри. Меган и Гарри. И, значит, вот этот Нетфликс, документальные серии, выпускающий канал, он заработал огромные бабосы сейчас. Он шесть эпизодов снял по полчаса, три эпизода уже показали, три осталось. Но самое прикольное, что 10 января, буквально через неделю, выйдет книжка нашего Гарика под названием «Запасной». «Запасной». Вот. И это ожидается, что будет, конечно, еще больше грязи. Людям очень нравится смотреть про грязь, они смотрят. И тут надо очень внимательно понимать, кто такие Меганша с Гариком. Вот так, если подумать. То, что показывается в Нетфликсе. В Нетфликсе пока что показывались обиды, детские обиды этих двух, извиняюсь за выражение, совершеннолетних матери и отца своего семейства, о том, как их сильно-сильно-брезильно гнобила Великая из самых Британии. Однако не все, не все, наверное, помнят, а я вам напомню. В 20-м году, в марте месяце, в Лондоне должно было состояться встреча вот этих вот ребят из Содружества. 50 стран, которые входят в Содружество с Великой Британией. Организовывали эту встречу Гарик и Борис Джонсон. И они ее провалили. Не в последнюю очередь, потому что вы знаете, из-за чего, что в 20-м году произошло. Значит, еще раз повторяю, Борис Джонсон 3-го марта сказал, что он будет жать руки всем, что он не верит, что это вообще и вообще надо, чтобы был там будный иммунитет. А 20-го марта или 23-го, ну, в общем, короче говоря, буквально, буквально накануне вот этого съезда 50 стран он заболел тяжело и попал в больницу. Но перед этим они с Гариком с такими лицами, знаете, с такими лицами они сидели, как будто бы они нагадили себе в штаны, потому что... И давали интервью, я это внимательно смотрела. И в это время эти все люди сказали, ну, лидеры сказали, мы не приедем, потому что, ну, там, ну, пошлем кого-то, ну, мы боимся, да? Вот. И в результате Гарик объявил о том, что они с Меганшей. Меганша в это время сюда свинтила уже к тому времени в Канаду. Вот. И Гарик сказал, что тоже свинтит к ней. Одним словом, это был какой-то трындец. И вот теперь, теперь выясняется, что этот самый Нетфликс подписал с ними договор на ажных целых 100 миллионов, прижал их в угол, и им, хочешь не хочешь, а придется выполнять форму этого договора. И что, оказывается, значит, вот эти эпизоды построены так, что начинались они вообще, туда впихнули, в эту историю про страдания Меганши и Гаррика, как их оскорбляли здесь за цвет кожи. Оказывается, туда впихнули выступления, которые состоялись два или три года до того, как разных лидеров, включая, например, вот эту вот Винегретту, которая рассказывала, что у нее немножечко крыша едет в тот момент, когда она задумывается о том, что ее слова о том, что мир гибнет от климатического, так сказать, этого, не воспринимается. И когда она чувствует, что ее лидерство не воспринимается, у нее, как говорится, депресснят нападает на нее. Вот такое ее выступление. Потом там выступление такого одного прокурора, который выступал за вот это, ну, за равноправие разноцветных людей в Южной Африке вместе с Манделлой. И вдруг становится понятно, что, оказывается, первым, кто придумал идею об этом, это был фонд Манделлы, который разрабатывал идею и проплатил идею о том, что они рождены быть лидерами. Лидерами эти люди рождены. Гарик Смыганши, вот это вот, значит, Винегретта, вот эти вот, значит, президенция, как она называется, Новой Зеландии. Причем президентша Новой Зеландии возмутилась, что ее интервью, которое она давала три года до того, как включили, не спрашивая ее вообще мнения, в эти серии. Понимаете? Что я хотела этим сказать? То есть за Дулга Дубрыгзита была рождена идея о том, чтобы создать новых мировых лидеров. И эти мировые новые лидеры бы, значит, преобразовали бы вот это вот, конечно, мир. Ну, вот такая вот темка. Это будет темка, которая ведет нас к Киссенджеру, наконец-то, ребята. Ну, а пока-пока.